в четырнадцатом году мы когда запустили наш бизнес по производству фотополимерных машин ну как сказать мы люди интересующие сюда мы начали экспериментировать там с разными процессами с различными соответственно с процессами там керамическими с процессами металлическими ну и как вы понимаете достаточно простой метод который реализован в садом технологии это сплавление лазером порошка мы попробовали сразу практически да и первый эксперимент а мне даже сфиксировано видео он это было титан и обработка титана была без защитной атмосферы соответственно на видео до сих пор есть этот самый маленький взрыв который произошел в этот момент ну соответственно это был первый эксперимент с которого начался наш путь в сален когда мы поняли что надо сделать несколько простых вещей ограничить атмосферу для начала упростить сплавы и соответственно все остальное уже было понятно потому что фактически с за 20 минут мы провели этот эксперимент мы начали делать прототип машин сделали одну вторую там в пятнадцатом году много экспериментировали с этими машинами там с достаточно простыми установками шестнадцатом году мы приготовили уже машину к релизу весной показали ее в мае месяцем соответственно получилось так что у нас первая инсталляция уже произошла осенью 16 года slm машин ну и соответственно мы стали заниматься дальше усилением и углублением и наших разработок изначальным конечно планировали на волне вот этого всеобщего поклонение слм да да когда каждый приходил жал руку и говорил ребята какие вы молодцы здорово мы ориентировались на то чтобы делать мощные машины мы потратили очень много сил на то чтобы проработать допки мы вы представьте да чтобы сделать например флир картину снимать флир картину этой инфракрасную картину нагрева поверхности после сплавления или вовлении сплавления какие там инженерные ходы надо проделать да сколько нас денег потратить на флир камеры на германии вы защитные окна и прочее 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 вот соответственно мы отвлекались вот на это да мы доделывали свой софт делали новые версии мы делали систему рекуперации порошков мы старались закрыть вот эту вот всю большую емкую систему где достаточно высокая доходность где безумный additional cost да и он скружил нам голову нам дурачкам скружил голову да 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 потому что ну мы так наивно рассчитывали на то что импортные компании приготовили для нас прекрасный рынок там с обалденной маржинальностью просто надо ворваться на него с характеристиками близкими к тому что предлагают импортные компании и в общем весь рынок забрать себе стать богатыми красивыми и так далее примерно так и все происходило интерес колоссальный то есть у нас благодаря минпромторгу благодаря делаю департамент инвестиционного машиностроения нас посетила порядка 55 делегаций 55-80 даже делегаций промышленных организаций которые рассматривали наше оборудование в 16 году осенью и включили нас в техническое переоснащение восемьдесят восемнадцатого годов часть включили 17 18 часть там нас включили там 23 год 22 год так вот это самое через много лет ну и соответственно мы поняли что в семнадцатом году мы очень много сил потратили на то чтобы обеспечить эти контракты которые мы рассчитывали что должны появиться вот но за семнадцатый год не открылся практически ни один тендер по нашим машинам ну я рассказываю историю она не какой думать причина в чем падение бюджета который выделялась на пересначение промышленности то что мы столкнулись с тем что у нас единственный клиент это государство много-много заводов но это все государственные заводы ко всему вторая причина в нас мы не умеем продавать это оборудование у нас не наработаны длительные связи у нас нет имени как у компании которая работает на том самом на большом промышленном рынке и мы поняли через какое-то время что для любой государственной компании мы коммерческая компания без истории это компания однодневка даже если мы имеем историю там с восьмилетнюю нашей компании все равно нас воспринимают как компанию однодневку потому что мы коммерческие тогда мы поняли что нам надо либо быть ближе к коммерческому рынку либо быть ближе к государственному соответственно два пути если мы будем ближе к государственному рынку нам надо стать подразделением либо частью какой-то государственной компании да и у нас будет лейбл очка т.д. и соответственно мы будем работать нас будут воспринимать как своего, как компанию, с которой ничего не случится. Потому что основная логика государственных компаний, что мы опасаемся работать, играть длинные контракты с коммерческими компаниями, потому что с ними может произойти все, что угодно. И они 100% правы. В любой момент с нами может случиться несчастный случай какой-то. И мы в меньшей степени защищены от последствий этого несчастного случая, чем госы. Мы вынуждены оптимизировать свои издержки. Часто это издержки на юридические вещи, на какие-то коммерческие и так далее. Все это понимают прекрасно. Соответственно, мы пошли по двум путям. По пути переговоров с крупными компаниями на предмет слияния и поглощения в различных вариантах. И, соответственно, по второму пути в расчете на то, что что-то может не пойти с первым. Соответственно, мы начали делать машину, которая бы коренным образом отличалась от того, что есть на рынке. И чтобы она стала доступной для рынка среднего и малого бизнеса. Соответственно, мы изучили конвентуру рынка. Мы посмотрели, кто есть на рынке. Это были в основном итальянские и европейские компании. В первую очередь детали, потому что мы хотим зайти на рынок стоматологии, где мы видим четкий спрос на эти машины. Мы видим их характеристики, их адвантажи, их бенефиты. И прекрасно понимаем, что мы можем занять эту нишу. И, соответственно, определив характеристики этих машин, которые покупаются, объем покупки, мы откорректировали наше предложение таким образом, чтобы оно, во-первых, было достаточное время валидным. Чтобы мы могли смело написать вот так вот на прайсеную цену и ее показывать. И, соответственно, характеристики. И чтобы вот эта цена, эти характеристики были, так сказать, неубиваемыми теми самыми европейцами. Чтобы не открывшись вот с нашим однозначным предложением, мы не получили бы следующим этапом предложение. А Денис предложил за девять с половиной, а купите старого доброго итальянца за девять четыреста тысяч. Вот, соответственно, мы изучили, так как мы общались, лично я общался, и ребята, мои коллеги, с большим количеством вот этих государственных компаний в шестнадцатом-семнадцатом году, мы знали запрос на функционал от промышленности. То есть это системы защиты, системы рекуперации какие-то, системы, связанные с софтом и так далее. И мы вот эти все штуки тоже реализовали. То есть, по большому счету, вот Factory, это машина, в которую мы вложили технологию производства китайскую, это необходимый минимум рабочий. Но мы исключили из вот этой вот китайской технологии чужие мозги, да, мы сделали свои мозги, то есть мы оптимизировали всю математику, всю логику внутри машины. Мы сделали, так сказать, все платы свои, да, за счет этого мы всегда их можем обновить, всегда можем поднять прошивки там и добавить какой-то функционал машины. Одновременно с этим мы не используем чужие элементы, чужие элементы логики внутри машины, что могло бы создать нам новых конкурентов, вот, которые сделают просто копию. Мы отточили конструкцию этой машины, чтобы она просто собиралась, да, потому что сейчас, по большому счету, эта машина собирается у нас там за считанные дни на стапеле, да. И, соответственно, мы получили прекрасный продукт, которым мы можем очень хорошо на рынке оперировать. Вот отсюда, собственно, взялась вот эта машина. Это, так сказать, попытка, наш взгляд на то, как надо вести себя на российском рынке, чтобы сделать то предложение, которое позволило бы нам хорошо продавать его. Понятно. А по этой системе дальше? По металлопорошкам? С кем работаете? Какие порошки используете? И по ПО. Я слышал, у вас был запуск в начале в Гидра, собственно, в ГОС, Вася. Да. Наконец пустили в коммерцию. Скажите, пожалуйста. Значит, порошки... С порошками очень интересная ситуация. Значит, наш бизнес не является бизнесом производства порошков. Я это говорил, и порошки – это сложный бизнес, где нужны большие инвестиции в хорошее оборудование. Кроме всего прочего, порошки – это тот бизнес, который подразумевает разделение линий изготовления порошков. То есть нельзя делать алюминиевый порошок на одной установке и порошок чего-то еще другого. Да, их надо чистить там определенным образом. Вот. Соответственно, мы начали... Ну, мы знаем одновременно с этим, что практически все так делают. Я каждый раз, когда запускаю какой-то новый бизнес, там новое направление, там стоматологию, что-то еще, я еду, учусь у стоматологов, как делать зубы, да. К ювелирам я еду, учусь у ювелиров, как лить кольца и так далее. То есть когда я вижу полностью всю технологию, я знаю, как внедрить мою машину туда. Ну и вот. И, соответственно, я поехал по производителям порошков. Я насмотрелся там массу всего. По российским. По российским, да. Я увидел, как в алюминиевый тазик ссыпаются титановые порошки, их хранятся, потом отгружаются клиентам. Я увидел это самое. Я понял, что нет культуры производства. Чтобы как бы не было разночтений, да, титановый порошок в алюминиевой ведерке, это был не Нормин, сразу говорю, потому что сразу все подумали, что это про воровичи речь, это не они. Нет, но у Нормина, по-моему, все в порядке. У них все в порядке, да. Я сразу говорю, что... У другой компании, которая... Да. И, соответственно, я начал переговоры абсолютно со всеми производителями порошков российскими. Со следующими вопросами. Значит, ребята, мы под наши машины сделаем профили. Мы эти профили внесем в наше ПО. Они будут открыты. И там будет указан производитель и все-все-все, что необходимо для заказа. Фракционный состав, там, химия и так далее. Но два условия. Первое условие. Вы отгружаете мне 20-25 килограмм порошка, на котором мы выводим основные характеристики. Да, это копейки абсолютно для всех. Но из этой партии мы забираем несколько килограмм в инертной среде, когда они пришли из упаковки в качестве порошка свидетеля. Закрываем у нас на производстве, и этот свидетель хранится. То есть мы сделали профили. Мы сделали профили на основе той партии, которая к нам пришла первая. И, соответственно, мы объявили в нашем софте, где можно его купить. Нашего интереса там нет. То есть у производителей порошков наши клиенты смогут заказывать порошки напрямую. Но для того, чтобы не произошло то, что сегодня нам отдали один порошок, а завтра нам отдали порошок другой, нашим клиентам отдали другой порошок, мы оставляем свидетеля. Если у клиента с этими профилями что-то идет не так, то в первую очередь мы, естественно, проверяем наши вещи по удаленке как-то еще. Если мы понимаем, что у нас все хорошо, то мы распаковываем наш свидетель порошка и забираем пробу порошка, который продали клиенту. И на основании этого, это, сказать, арбитражный такой вариант, делаем какие-то выводы. Ну так вот, собственно, такая позиция отбила желание работать в этом направлении со мной всех, кроме единственной компании, кроме компании «Русал». По объему интереса к моей продукции, да, у меня 60% запросов на алюминиевые изделия на SLM. Вот то, что должно интегрироваться куда-то там, какие-то процессы, какие-то производства и так далее. Есть керамика, ой, простите, есть нержавейка, но, видите, как бы, особенность алюминия в том, что изделия из алюминиевых порошков – это обычные изделия сложной структуры. Это либо изделия с внутренними полостями, внутренними какими-то демпфирующими зонами. То есть это легкие материалы, с которыми надо сделать что-то и легче. Потому что на все остальное практически есть технологические подходы, там, традиционные методы. Вот, и, соответственно, ну, пока мы очень серьезно прорабатываем порошки алюминиевые с «Русал». Я думаю, что я смогу договориться еще с несколькими компаниями, потому что у нас идет диалог, он, так сказать, не быстрый, все чего-то ждут там с их стороны, но я и не тороплюсь. Я пока покупаю порошки для своего производства, там, бельгийского производства, для своих экспериментов. Ну, по одной простой причине, что там они все документированы, я прекрасно от партии к партии, хотя по документам могу понять, что и как. Там очень много характеристик, которые, ну, мне общую картину дают. У вас дерево дружбы как раз с «Русал», да? Да, это дерево дружбы с компанией «Русал», соответственно, оно было напечатано на «Факторе», и я его показывал Денису Валентиновичу Мантуру, ну, и, соответственно, на самом деле это не просто символ, это прекрасный тест того, что мы можем выводить с порошков «Русалов». У каждого из веточек этого дерева есть свой угол атаки. Веточки сделаны без поддержек, и вы прекрасно видите, что разрушение материала начинается на веточках 22 градуса. Кто понимает, тот, ну, сделает правильный вывод о том, что это очень хороший показатель без поддержек. Собственно, и шар из этого алюминия также печатался. По вашему, расскажите, по свайсеру треангулятика. Да, треангулятика. Мы начали его писать два с половиной года назад, и мы его сейчас выделяем в отдельный бизнес. Мы сейчас регистрируем его треангулятика. Если оно приживется в России, и наша работа нужна будет российским компаниям, мы оставим его в России. Если этот программный продукт опять проиграет другим российским компаниям, то, скорее всего, мы его отправим в Европу, локализуем в Германию, откуда мы его и запустим уже на весь мир. Соответственно, это слайсер. Концепция треангулятики в том, что это слайсер для всех новых технологий 3D-печати. Все новые компании, все новые стартапы смогут на треангулятике делать свои 3D-принтеры. Мы заложили туда работу с нестандартными для всех людей материалами и технологиями. То есть, как сказать, они стандартные. У нас вся выставка сейчас состоит из ВДМов. Почему? Потому что там бесплатный софт доступный и там все прошивки. Мы хотим то же самое. Мы хотим дать движение для новых машин. Для MGM-машин, капельных машин, для SLS-машин, для SLM-машин и так далее. То есть, я возвращаюсь с самого начала своего представления, что сплавить лазером металл – это задача, доступная любому студенту. Но сделать из этого продукт – это уже сложная и подчас нерешаемая задача. Это решает очень большую часть. И так по массе технологий. Мы, кстати, запускаем треангулятику. Мы хотели сначала запустить с FDM-модулем. Мы его даже сделали. Но сейчас мы в релизе закрыли FDM-модуль. Почему? Потому что мы хотим выйти с FDM-м для треангулятики под манипуляторы, где можно формировать низотерапию свойств, контролировать. Слайсеров нормальных под манипуляторы нет. Будет RDM-печать, не DND, не металла. И металлом можно будет. Там уже дальше меняйте. Все настраивается в слайсере. То есть, он может работать под растровые, под векторные форматы. Масса возможностей настроек персонализации. Под SLM-технологии только мы отдаем людям 23 варианта штриховых слоев. Для науки, для российской, это, по большому счету, подарок. Потому что все вот эти НИИ наши сидят на серьезных немецких, американских машинах. И они работают с черными ящиками. То есть, они знают характеристики расстояния между линией. Они знают характеристики штриховки паттерна. Но они не могут их изменить так, как им надо. Вот подказывают ученому сердце, что вот здесь надо подтянуть вот этот заход, сделать так. Он не может это сделать. Все. И он не достигнет того результата, он становится на результате, которому его ограничивали. Мы стараемся снять эти ограничения. То есть, ну, как сказать. Ну, и в первую очередь, конечно, это с опытом для наших машин, который нам бы помогал решать нашу... Ну, это продукт со фермером. Она закрывает только одной нижней, это слайсер. И подготовка столов для печати. Значит, притом он позволяет на одном столе ставить изделия металлические и пластиковые. Вот, например, есть в линейке, там, у вас, как у обычного человека, там металлический принтер и фотополимерный принтер. И вы делаете какие-то изделия, которые должны быть объединены на одном столе. Вы можете на столе это все сделать спуск, да, и, соответственно, запустить обработку. Одно изделие обсчитается под растровый принтер, который у вас есть. Второе обсчитается под металлический принтер векторный, который у вас есть. И притом это все вот с одной сцены. И будет там филаменты, что угодно. То есть здесь очень мощный еще, так сказать, модуль подготовки столов и расстановки поддержек. Чем принципиальное отличие? То, что мы всю математику сделали на ГПУ. Мы считаем, ГПУ это графический процессор видеокарты, поэтому нам нужны отдельные видеокарты. Мы считаем от 20 до 50 тысяч поддерживающих структур в одну секунду. То есть прямо на лету, под любую модель, под любой сложности, треангулятика перестраивает поддержки. Вот, одновременно нарезка у нас идет на ГПУ. За счет этого мы под SLM режем со скоростью от 400 до 600 слоев в минуту. Это порядка полутора миллиардов, от полутора до двух миллиардов точек, которые учитывают термические взаимодействия и так далее в одну минуту. Это очень высокий показатель. Мы сейчас готовим сравнительные тесты с NetFab, с Magix и так далее. Мы понимаем, что мы уже Autodesk обогнали в 10 раз примерно. Мы сейчас просто выбираем модель, которая так более ко всем корректным была бы. И на этой модели прогоним всех производителей софта в сравнении с треангулятикой. Модель математики у нас очень быстрый. Ну, соответственно, это тоже деньги наших клиентов, это экономия на времени, на слайсинге и так далее. Ну, вот такой Advantage треангулятики. Ну и, соответственно, как я говорю, она доступна сейчас всем. Ее все могут скачать, попробовать. И мы сейчас выпустили ее в русском, английском языке. Она будет поддерживать 11 языков. Через две недели будут французский, испанский, потом китайский, японский. Но вы уже начали глобальную продажу или начнете? Мы чуть-чуть. Сейчас пока бета-тестинг идет, мы собираем там сейчас массу фидбэков по совместимости и так далее. Продажи мы начнем, я думаю, в течение месяца. Глобальную? Да. Сначала российские, потом глобальную. Вы российские еще не начали? Ну, мы счета выставлять можем уже сейчас, да? Просто мы сейчас регистрируем компанию, которая будет заниматься, мы правильно ее делаем.